Дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Уральский Микс. Сегодня мы готовим форшмак. Это национальное еврейское блюдо, которое, честно сказать, я полюбил не сразу. Вот у нас есть ингредиенты, которые вы видите перед глазами. Хорошая селедка, черный хлеб, батон, яблоки, лук, яйца, масло. Сливочное молоко, ну и специи. Значит, мы их будем использовать. Давайте начнем с чего? Ну, прежде всего, мы сейчас покрошим батон и его замочим, потому что батон замачивается достаточно долго, он у нас должен пропитаться. Я уже подготовил, срезал корочку. Конечно, в форшмаке основное это селедка. И традиционно считается, что это еврейское блюдо. Но это, к сожалению, не совсем так. Оно пришло ко всем народам из Балтики. Когда много было селедки, она стала дешевая. Ее в разных видах старались использовать. Так, вот мы залили наш батон молоком. Давайте сейчас приступим к чистке селедки. Так, селедка. Ну, все селедку чистят по-разному. Как ее чищу я? Прежде всего, нам потребуется для кишок и отходов тарелочка. Первое. Голова пошла. Голову убираем. Дальше пошел хвост. Хвост убираем. Дальше. Режем пузо. Срезали. Надрезаем по плавнику. Плавник освобождаем. Ну, и по верхнему плавнику тоже. Вот так все разрезаем. Некоторые филе освобождают от хребта. Потом начинают снимать кожу. Я делаю вот так вот. Мне так нравится. Получается хорошо. Вот мы видим, что у нас с вами мальчик. Мальчик. Молоки нам пригодятся. Мы их сейчас в стороночку отложим. Конечно, это дело неблагодарное. Вот даже многие не хотят из-за того, что надо чистить селедку, делать блюдо с селедкой. Хотя, если вы научитесь ее чистить, то ничего здесь сложного нет. Теперь мы убираем кожу. Вот так я подцепляю. Для чего я по верху разрезаю? Для того, чтобы снять натяжение кожи. Вот так она хорошо снимается. Одним кодом. Раз. И вы сняли кожу. То же самое делаем со второй стороны. Вот так вот. Отлично снимается. Селедочка у нас жирная, свежая. Раньше, конечно, для форшмака использовали ржавую селедку. Ну, по крайней мере, коренные одесситы так рассказывают. Мы же используем селедку свежую, хорошую. Так, вот теперь пальцем вот так по хребту проводим и стараемся оттянуть в сторону филе. И все косточки, они начинают выходить. Вот они выходят. Если что-то останется на филе, вы ножичком вот так подцепляете. Вот так вот. И они хорошо вытягиваются. Вот они. Раз и вытянулись. Вот таким образом я чищу селедку. Все достаточно быстро. Потом, когда мы ее будем рубить на форшмак, это все мы, конечно, перерубим. И у нас никаких костей не будет. И вот у нас с вами уже одно филе готово. Так, что делаем со следующим филе? Следующее филе мы подцепляем хребет. Вот так вот. Выворачивая, выворачивая. Да, вот здесь мы по плавнику проходим. С одной стороны у вас всегда останется плавничок. Выворачиваем. И вот так вот косточки выходят из филе. Вот они. Ну, когда-то отламываются, когда-то выходят. Вот у меня в данном случае отломилось. Потом вот так вот ножом подцепляем их. Вот они. Вот они. И вытаскиваем. Филе подчищаем. Конечно, селедку чистить никто не любит. Даже я. Но что делать? Селедка, рыба полезна. Так вот, когда я полюбил форшмак, как-то смотрел видео с Михаилом Жванецким. А форшмак был одним из его любимых блюд. И он в этом видео рассказывал секреты, как надо готовить форшмак. И какой он форшмак не признает, а какой считает правильным. И вот я, посмотрев это видео, загорелся и захотелось мне этот форшмак делать. И с тех пор я делаю форшмак. Ну, не часто мы его делаем. Раза 3-4 в год. Но, тем не менее, вот с тех пор я полюбил это блюдо. И вот так у нас второе филе, дорогие друзья. Я его выкладываю сейчас. Я за кадром почищу еще селедку. Все это мы вычистим и дальше включимся. Друзья, ну вот мы дочистили нашу селедку. Немножко ее причесали. У нас получилось с вами 4 филе. Два филе я буду пускать в наш форшмак. Вот так их нарезаю. А два филе мы будем использовать тоже при приготовлении нашего блюда. Но пока не буду говорить, куда будем использовать. Пусть для вас это будет небольшая интрига. Вот так мы режем острым ножом. Тут важно мелко порубить селедку. Очень мелко. Вот таким образом мы это все рубим. Да, когда я начал говорить, что полюбил форшмак после интервью Михаила Жванецкого. Добавлю, что было сказано следующее. В нормальный одесский форшмак все ингредиенты должны рубиться. Никаких мясорубок, блендеров или прочих приспособлений быть им не должно. Все рубится ножом. В мелкий фарш это яйцо, и селедка, и яблоко, и лучок. Все это вот таким образом. То есть форшмак имеет ценность, если он рубленый. Вроде как такой способ приготовления называется тартар, если я не ошибаюсь. Вот так вот. Во-первых, с чего мы достигаем? Если какая-то косточка и осталась в нашем филе, мы ее, естественно, перерубаем. И когда вы будете кушать, ни одна косточка не войдет вам в горло и ничего не повредит. Вот таким образом, меленько-меленько, получаем мелкий фарш. Ну, конечно, нож должен быть хорошо наточен. Если у вас нож не наточен, то вы не добьетесь такого мелкого фарша. Вот прям вот так. Вот так вот. Ну, и вот, в принципе, вот такой вот размера, малехонькие кусочки, вот этого, в принципе, достаточно. Ну, я сейчас вот так все порублю в филе. И сразу мы отправляем в емкость, в которой будем наш форшмак вымешивать. Вот, подготовил я большое блюдо. Люблю большие блюда, потому как очень удобно их использовать. Так. Ну, вот так вот. Сейчас я дорублю второе филе. Так, вот мы сейчас заканчиваем со вторым филе. Тоже изрубили его в фарш. В принципе, вот я посмотрел, вот так вот. Нету тут никаких косточек. Все, отправляем в нашу чашу. Отправляем в нашу чашу. Теперь, на следующем этапе мы занимаемся яйцами. Нож протираем. Занимаемся яйцами. Яйца будем отправлять три яйца в наше блюдо, в наш форшмак. Причем, сразу хочу сказать, что желтки мы будем готовить особым способом. Особым способом. Белки пока освободим. Желтки мы будем перетирать. С горчицей, с солью. Вот таким образом. Добавим уксуса немножко. Так, давайте. Вот у нас вилочка есть. Сразу добавим горчицы. Небольшое количество. Никакой не дижонской, простой русской горчицы. Так, пару ложек сахара. Немножко соли. Немножко соли. Вот так вот. Столовую ложку уксуса. Ну, можно две. Причем уксус мы используем яблочный. Можно виноградный. У кого какой есть. У кого никакого нет, используйте обычный уксус. Ну, и вот так вот. Сейчас нам это надо перетереть. Вот так вот красиво. И обязательно попробовать, чтобы вкус был гармоничный. Можно, наверное, еще будет ложечку уксуса. Сейчас я на зубок попробую. Да, уксуса можно еще ложечку. Слабоват он. Ну, тут надо смотреть. У каждого свой вкус. Быть немного осторожным. С уксусом все-таки. Это кислота. Так, и еще горчицы добавлю. Вот так вот. Значит, и потом мы эти белки отправим вслед за селедкой. Вот сейчас уже вижу нормальная консистенция. Вернее, не белки, а желтки. Извиняюсь, дорогие друзья. Вот мы так вот вымешиваем до кашеобразного состояния. Еще раз пробуем, что у нас получилось. Ммм, какая вкуснота. И вот это сейчас мы отправим в нашу чашу. Вот так вот. Все это смешается с селедкой в нужный момент. И будет отлично. Вот так вот. Так, дальше нам надо будет порубить наши белки. Рубим их тоже мелко. Сейчас я покажу вам до какого состояния. Ни в коем случае никаких терок. Как говорил великий Михаил Жванецкий. Никаких терок. Только рубленый форшмак. Вот он при жизни признавал такой. Да, в самом начале я вам не сказал. Ведь форшмак не может быть един. Он всегда сочетается с водочкой. И поэтому вы должны понимать, когда у вас на столе форшмак, Поэтому у вас на столе должна быть холодная, тягучая водочка. Так, друзья. Ну вот. Мелкая крошка яйцо порублено. В мелкую. Обратите внимание. Ну это нормально. Вот таким образом мы все рубим. И так мы будем рубить яблоко. Так мы будем рубить лук. Сейчас я яблоко почищу. Мы используем вот эти яблоки. Это наши яблоки Антоновка. Они как раз кисло-сладкие. Вот сейчас я их почищу. Мы нарежем дольками. Но я посмотрю. Одно или полтора яблока использовать. Ну наверное полтора использую. Потому как яблоки не очень крупные. Вот. Почищу. И потом мы приступим их нарежем. Друзья. Ну вот я на данном этапе пока чистил. Решил, что буду два яблока опускать в наш форшмак. Настолько они прямо вкусные. Пробовал. Это наши яблоки из сада. Обычно они вызревают к ноябрю месяца. То есть мы их снимаем в сентябре. Выкладываем. И к ноябрю они вызревают. Но в этом году тепло. Раньше вызрели. И вот эти два небольших яблочка я полностью так же сейчас перелопачу. Порублю. И отпущу в наш форшмак. И они дадут такой идеальный взрыв вкуса. Потому что вот кисло-сладкое. Соленым. Да еще и вымоченная булка в молоке. Батон. Это просто что-то невообразимое. Кто-то ведь придумал, что нельзя есть селедку с молоком. Или огурец соленый с молоком. Да все можно. Если у вас организм здоровый. Все заходит хорошо. Вот такая мелкая крошка. Почему я не сторонник делать на мясорубке или на терке. Конечно я хоть и руководствуюсь рекомендациями одесситов. Но мнение то свое есть. Пользуюсь я ни мясорубкой, ни блендером, ни теркой. Потому что когда вы начнете тереть или пропускать. Все вот эти составляющие нашего форшмака дадут сок. Ну и не хотелось бы, чтобы на данном этапе у нас вот там уже была луга. Конечно мы будем добавлять влажный батон. Лук пошел, дорогие друзья. Также рубим мелко. Мы будем добавлять влажный батон. Посмотрим даже, может быть нам придется даже добавить молока. Вот этой, так сказать, нашей мяше. Но на данном этапе нам там лужа не нужна. Друзья, ну вот я сейчас уже порубил лук. Смотрите, от луковицы я вот такой кусочек оставил. Потому как посчитал, что великовата луковица. Вот так же мелкой крошкой. Вкус лука он должен быть сочетаем, а не уводить в сторону. Поэтому много лука тоже не надо. Давайте это все исправим в наше блюдо. Вот так прекрасно. Ну и по большому счету, вот все наши ингредиенты, значит, добавлены сейчас. Осталось нам с вами добавить замоченный в молоке батон. Батон, я даже не буду сильно его отжимать. Некоторые отжимают. Но я по опыту знаю, что потом хочется еще чуть-чуть вот жидкости добавить. Ну я вот так люблю. То есть, чтобы он не колом стоял, а такой был. Форшмак-то как бы жидковатый, скажем. Не то чтобы жидковатый, но такой. Консистенция не кирпича была, а вот именно хорошего салата. Так, значит, масло подсолнечное. Вы спросите, зачем подсолнечное масло, если будем добавлять сливочное? Исключительно для аромата. То есть, исключительно для аромата, потому что это масло не рафинированное. Оно пахнет, причем сильно пахнет. Вот, и мне этот запах нравится. Вот сразу наше сливочное масло. Оно у нас растаяло при комнатной температуре. И вот сейчас самый ответственный момент, дорогие друзья, вымешивание нашего форшмака. Тут надо все очень тщательно перемешать, очень тщательно, чтобы все распределилось так, как надо. Ну вот, давайте я вымешиваю, потом мы будем сервировать с вами красиво. Так, дорогие друзья, на данном этапе все я вымесил. Давайте немножко подсолим. Вопрос будет такой, зачем солить, если есть селедка? Ну вот, блюдо раскрывается ярко, когда чуть-чуть подсолишь. Обязательно перцу. Обязательно. Кстати, перец можно добавлять, когда вы размешиваете, растираете желтки. Но я вот решил сделать так. Сейчас мы с вами все это размешаем, дорогие друзья, и попробуем. Конечно, форшмаку надо, как любому еврейскому блюду, постоять. Вот, как говорил Жванецкий, рынок одесский пахнет. Пахнет укроп, пахнет мясо, все пахнет Одессой. Так, давайте снимем пробу, чего у нас не хватает. Как это вкусно. Но, вот я на свой вкус думаю, что мне бы еще неплохо добавить сюда еще чуть-чуть селедочки. Почему? Яблоко очень ярко выражено. И мне кажется, что как-то недостаточно именно селедочного вкуса. Я, наверное, из нашей интриги, вот из этой, умыкнул немножко селедки. Ну, скажем, вот такую часть. Ну, может быть, даже не полную. Вот. Так вот. И вот эту часть порублю, отправлю в наш форшмак. И мне кажется, тогда будет нормально. Но тут каждый должен смотреть по своему вкусу. Потому что блюдо это настолько индивидуальное. И вот, друзья, довел до ума наш форшмак. Добавил немножко селедки. Еще пробовал неоднократно. Принял решение добавить еще чуть-чуть горчицы и перца. И вот у нас, так сказать, финиш наш форшмак. Давайте его сейчас выложим на блюдо. Как будем сервировать? Я вот тут уже нашу интригу нарезал маленькими кусочками. Значит, есть у нас черный хлеб. Черный хлеб вот так вот. Белый хлеб. Почему черный и белый? Да на любителя. Кому какой нравится. Вот так вот. Вот так вот мы любим, чтобы подавался форшмак. И начинаем его выкладывать. Вот так вот, дорогие друзья. Представьте, пришел муж с работы, с вахты. А тут ему форшмак. Красиво жена подготовила. Он радуется и спрашивает, дорогая, а где же к форшмаку водочка? Она говорит, а вот она, дорогой и любимый. И вот одесситы, они любят такое сочетание. Да и мы, русские, не гнушаемся. Так, друзья, вот у нас есть еще зеленый лук. Красиво мы его сейчас резанем вот такими кусочками. Вот что у нас с вами получается. Итак, вот так вот подается форшмак. По крайней мере, делаем мы так. Может, кто-то еще делает по-другому, но мы делаем так. И вот, когда вы хотите скушать форшмак, вы берете кусочек черного хлеба, десертную ложечку, укладываете в прекрасный форшмак, вот так вот. Вот так вот. А сверху укладываете кусочек зеленого лука, а рядышком вот такую нашу селедочку. Прямо руками. И вот такой шикарный бутерброд. То же самое делаете с белым хлебом. И когда вы нальете рюмочку, да закусите таким шикарным бутербродом, вы поймете, что надо обратиться к кулинарии. И это делать, и это делать неоднократно. Итак, вот сегодня такое необычное блюдо. Кто-то его никогда не ел, кто-то его любит и кушает часто. Но, по крайней мере, однажды попробовав, мне это блюдо зашло, и от него я больше не откажусь никогда. Всем рекомендуем. Еще раз спасибо, что заходите на наш канал, смотрите наши видео, комментируете. Мы очень рады. И вы радуйтесь вместе с нами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok